Когда вы научитесь тому, как совладать со своими мыслями, как совладать со своими эмоциями, мы дадим вам инструменты, чтобы разобраться в этой машине. В чём бы ни была проблема, мы сделаем лучшее, на что способны. Но вот это не должно быть проблемой. В жизни бывают периоды, когда мы чувствуем себя подавлено, одиноко, и когда кажется, что все против тебя. Нет никого, кто направлял бы нас или с кем можно было бы поговорить об этом. Как нам справиться с такими моментами? Как нам быть в такой ситуации? К сожалению, большинство людей находится в таком печальном состоянии, что в их восприятии жизни они в противостоянии со всей Вселенной. Противостоять всей Вселенной – это глупо. Это не то противоборство, в которое стоит вступать. Да? Я против Вселенной. В таком состязании нет ничего хорошего. Не стоит в нём участвовать. Вы согласны со мной? Вот почему йога. Йога не означает скручивание и выворачивание тела. Слово йога означает единство. Сейчас ваше представление, что вы против Вселенной – это всего лишь психологическое состояние. Это не реальность. Даже когда вы чувствуете себя абсолютно одинокими, вы всё ещё дышите. Так что вы взаимодействуете с миром. Не так ли? Вы лишь не можете повладить с окружающими вас людьми, но против атмосферы вы ничего не имеете. И против еды тоже, если она вкусная. И против воды. Так что вы взаимодействуете с миром. Не так ли? Ваше существование находится в постоянном взаимодействии со Вселенной. Но ваш ум начинает противостоять этой Вселенной. Если вы создаёте психологическое состояние, в котором вы противостоите Вселенной, тогда, конечно же, вы будете чувствовать себя сломленными даже из-за мелочей. Любая мелочь сломает вас. Когда я говорю «мелочь», я имею в виду, например, вы провалили экзамен, или, возможно, вас выгнали из университета, или уволили с работы, бросил любимый человек, может быть, что-то ещё. Всё это пустячные вещи между жизнью и смертью. Вы пришли сюда ни с чем. Не так ли? Когда вы умрёте, услуги по контейнерной перевозке грузов не будет. Вы умрёте ни с чем. Несмотря на это, большинство людей превратили свои дома в склады. Большинство людей тащат у себя на голове такой большой багаж, как если бы они несли всю Вселенную. Это их собственное психологическое состояние. Вы говорите о ваших мыслях и эмоциях. Верно? Когда вы собираетесь разобраться с тем, как совладать со своими мыслями и эмоциями? Ни её, ни её, ни его с вашими. Когда вы собираетесь научиться, как справляться со своими мыслями и эмоциями в конце своей жизни? Единственная проблема в жизни лишь в том, что большинство людей воспринимают себя слишком серьёзно. Они не понимают. Вы же видели всплывающее сообщение на компьютере? Вы всего лишь такое всплывающее сообщение на планете. Вы появляетесь на две секунды и исчезаете. Нет. Вам нужно осознать, что бесчисленное количество людей, таких же, как вы и я, ходили по этой планете. Они тоже были большими людьми. Где они сейчас? Все они — верхний слой почвы. Да или нет? Если только вас не закопают действительно глубоко, например, ваши друзья, из-за опасений, что вы можете восстать из мёртвых. Вы же знаете, были случаи. Или, может быть, вы планируете отправиться на небеса. Да? Я, всякий, кто говорит, что есть какое-то другое место, лучшее, чем это, совершает преступление против всего человечества. Моя основная работа состоит в том, чтобы разрушить все небеса, чтобы люди научились хорошо жить здесь. Все эти идиоты, кто превращают свою жизнь в ад, все они хотят отправиться на небеса. Они оставляют здесь полный бардак и затем хотят отправиться на небеса. Скажите мне, имеются ли у вас какие-нибудь доказательства? Имеются ли у вас доказательства того, что вы уже не на небесах и сами всё не портите? Имеются ли у вас такие доказательства? Вы уже на небесах и всё сами здесь портите. Просто потому, что вы даже не научились тому, как управлять своими базовыми способностями, мыслями и эмоциями. Не так ли? Ваши единственные оправдания — все вокруг такие же. Это как в сумасшедшем доме. Так обстоит дело в психиатрической больнице. В сумасшедшем выглядит только врач. Так что, когда вы собираетесь с этим справиться? Потихоньку? В возрасте 60 лет? Скажите мне, когда вы научитесь, как справляться со своими мыслями, со своими эмоциями, со своим телом, со своей биохимией? Когда вы собираетесь разобраться с этим? К концу жизни? Ведь индийская культура взрастила представление о том, что обратиться к духовности? Можно после 70, когда уже ни на что не годен? Нет. Как можно раньше? Познать самое глубокое измерение себя, не небес, а этой жизни. Вы должны узнать о ней все как можно раньше. Не так ли? Только тогда вы будете жить разумно. Вы не возражаете, если я расскажу вам анекдот? Вы не обидитесь, потому что вы — самая серьезная аудитория, какую я видел за последние несколько лет. Сколько из них учатся на журналистов? Почти все. Хорошо. Когда-то, когда Шангаран Пилай жил в Париже, он был женат на француженке. И вот наступила их первая годовщина свадьбы. Так что она пригласила друзей и хотела приготовить ужин из самых свежих продуктов. И вот с утра они с Шангараном Пилаем поехали за покупками на один рынок, на другой, купить свежие овощи, свежее мясо, свежую курицу. Затем вечером она сказала, ведь у французов есть же такие закуски из улиток. Она сказала, сходи на пляж и принеси несколько свежих улиток. «Я сделаю закуску для гостей». Так что Шангаран Пилай отправился на пляж, начал собирать улиток и складывать их в ведерко. Затем он встретил старого друга, индийца. Они зацепились языками, начали вспоминать старые времена, так что Шангаран Пилай даже напрочь забыл, что он вообще женат. Знаете, такое случается, когда встречаешь старого друга. И вот они вместе отправились в бар, немного выпили, и тот просто забыл обо всем. Вдруг он вспомнил, когда улитки уже начали вылезать наружу, и одна из них выпала из ведерка. Он вспомнил, «О боже, я же должен был принести улиток. Моя французская жена, она же ждет». Так что он сказал, «Мне нужно идти», и ушел. Было уже очень поздно. Он шел, но понимал, что его ждут неприятности. Когда он подошел к дому, он выбросил всех улиток на землю, отбросил ведерко и постучал в дверь. Дверь открыла французская фурия. Он обернулся и сказал, «Давайте, ребята, вы почти пришли. Давайте, побыстрее». Когда же вы соберете своих улиток, сложите их в ведерко и разберетесь с ними? Это ваши проблемы. Вы должны с ними разобраться. Это не проблемы. Я хочу, чтобы вы поняли, в своей жизни вы страдаете не от проблем, а от двух фантастических способностей. Это привилегия человека, что мы обладаем этими двумя фантастическими способностями. Одна из них — яркая память. Благодаря такой памяти наша жизнь так богата, в отличие от других существ, и мы обладаем фантастическим чувством воображения. Но вы от этого страдаете. Вы все еще способны страдать от того, что случилось 10 лет назад. Вы страдаете от жизни или от памяти? От памяти. Вы уже страдаете от того, что только может случиться послезавтра. Вы страдаете от жизни или от воображения? Вы обладаете двумя этими фантастическими способностями, и вы страдаете от них. Так чего же вы хотите? Вы хотите снова стать земляным червем. Земляной червь — это очень полезное для экологии существо. Я ничего не имею против него, но потребовались миллионы лет эволюции, чтобы дать вам такой объем мозга. А теперь вы страдаете от этого. Если мы заберем половину вашего мозга, вы будете сидеть безо всяких тревог или страданий, очень умиротворенно. Нам нужно убрать ваш мозг, потому что вы страдаете от собственного интеллекта. Да или нет? Все потому, что мы дали вам очень сложную машину, и вы не потрудились даже прочесть руководству пользователя, и хотите просто двигаться вслепую. Нет. Молодые люди, пришло вам время узнать несколько вещей о себе. Если вы не знаете, как, мы дадим вам инструменты, чтобы разобраться в этой машине, потому что в вашей жизни случится много проблем. Если в вашей жизни будут происходить проблемы, это значит, что вы живете активной жизнью. Если ничего не происходит, значит, вы даже и не живете. Да, множество проблем каждый день. В моей жизни каждый день происходит максимальное количество проблем, потому что я вовлечен в такое количество деятельностей, деятельности глобального уровня, и только с помощью волонтеров. Волонтеры – значит, что никто из них не обладает компетенцией для своей работы, и их нельзя уволить за неэффективность, и они тебя любят. Что тут поделать? Так что в своей жизни вам нужно разобраться с одним только этим, чтобы вы сами не были проблемой. Какая бы проблема ни случилась, мы будем делать случай, на что способны. Но вот это не должно быть проблемой. Продолжение следует...